Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть отрадную долину. Ну и, в общем-то, что у нас происходит? Во-первых, у меня сосед сверлит. Так что, если есть какие-то подсторонние звуки, извините. Так вот, что у нас происходит? Да хорош сверлить, падла! У нас есть, друзья, небольшое поле с соевыми бобами. Оно созрело. Есть также большое поле с сорга, которое я показывал в прошлой серии. Оно еще не созрело. Тут последняя стадия роста. Также, друзья, у нас на большом поле растет пшеничка. И на еще одном большом поле растет мак. В общем-то, есть абсолютно все различные стадии роста. То есть, видите, они все разные. Так что ставим уборку, и все у нас будет хорошо. Давай, друг. Черт, у тебя топлива нету. А я еще на заправку даже автодрайв не провел. Заправляем комбайн на заводике. Бздынь, полный баг. Поле 45, ставим товарища в работу. Погнал. Давай, собирай соевые бобы. Да, бобов здесь будет немного. Я боюсь, что даже бункер комбайна с этого поля не соберется. Ну да ладно. Также, друзья, у нас есть еще полтора куба, полтора миллиона литров кофе. Поэтому надо его продать. Порт Бирмингем 1112. Вообще шикарная цена. Едешь ты туда три раза, после этого едешь паркуешься. В общем-то, тебя работа понятно. Также, друзья, у нас была покошена лужайка с травой. И трава была собрана. После четырех покосов получилось почти 4 миллиона литров травы. Ну и лужайка была покошена еще раз. На самом деле, я ее предлагаю покосить еще раз. Но пока не собирать. Хотя, может быть, и соберем. Потому что тяжковато. Потом было собирать, волковать после четырех покосов. Так что, друг, давай едь на лужайку, коси ее. И тут, в общем-то, все понятно. Однако, мы довольно быстро разобрались с полями, да? Погнали разбираться тогда с мостами. Для того, чтобы построить мосты, нужно купить вот это вот здание с муниципалитетом. Здесь находится карта. В общем-то, мы это уже давно сделали. И, соответственно, привезти на мосты вот сюда вот ингредиенты. Выглядит на самом деле все довольно-таки просто. Нужно привезти арматуру, стальные балки, цемент и жб-барьеры. Арматуру и балки можно произвести на стали-литейном заводе. Делаются они из угля, карбоната, кальция, руды и воды. То есть, для угля и руды придется покупать еще территории. Воду мы привезем, это не проблема. Карбонат, кальция мы добудем на другом производстве. Цемент и жб-блоки, друзья, мы можем произвести на цементном заводе. Логично. Делается это все дело из угля, песка, гравия, известняка и воды. Опять-таки, все это полезное ископаемое. Все это дело можно нарулить. Известняк тоже можно нарулить. Хотя вот здесь вот я его, честно говоря, не вижу. А туда нам не добраться. Но в любом случае, известняк можно еще на камне-дробилке получить. Ну и воду можно привезти без проблем. И вроде как выглядит все довольно просто. Но есть тут подвох в том, что солилитейный завод нужно строить. И для того, чтобы его построить, нам нужно будет привезти доски, ДСП, гипсокартон, цемент, жб-блоки и брусчатку. Цемент, жб-блоки и брусчатку мы, понятно, как добываем. Это у нас на цементном заводе будет. Гипсокартон добываем на заводе гипсокартона, получается. Ну а ДСП и доски, соответственно, тоже на своих предприятиях. Но и это еще не все. Цементный завод, друзья, тоже надо строить. И для того, чтобы его построить, нужны будут планки, доски, песок, гравий и тот же самый гипсокартон. Гипсокартон, друзья, у нас производится из клея, угля, гипса, бумаги и поддонов. Но еще одна сложность в том, что этот завод тоже нужно строить. Для того, чтобы его построить, потребуется смола, ДСП, планки и доски. Также, друзья, нужно будет предварительно построить клеевой завод для того, чтобы сделать клей для гипсокартона. И этот завод, друзья, тоже надо строить. Но тут на самом деле трохи попроще, нужна будет всего лишь смола, планки и доски, соответственно о чем я не сказал нужно будет еще поставить, разумеется нужно будет поставить камни дробилку, ее благо строить не надо, она нам будет генерировать камни из дизеля и соответственно потом это все дело перерабатывать в различные там извести, известняки, гипсы и так далее, в общем-то вся эта фигня будет добываться. Есть друзья еще цепочка лесного хозяйства, здесь ставится лесопилка, туда мы перевозим бревна и какое-нибудь топливо, уголь или щепа, у нас как раз есть щепа заготовленная и на выходе мы будем получать доски и щепу возможно и смолу кстати, из этой смолы потом у нас будет делаться клей, правда надо будет еще добавить уголь и карбонат кальция, но ничего. Также есть еще небольшое предприятие производства планок, там просто из досок делаются планки, производство бумаги, где из воды и щепы соответственно делается бумага, поддоны у нас делаются просто из досок и ДСП делается из щепы и клея. Все вот эти предприятия строить не надо, есть еще предприятие измельчитель досок, там щепа у нас делается просто из досок. Так вот, строительство не требуется, просто поставил их и все. Но, друзья, как видите, для мостов производственная цепочка очень большая. И, в общем-то, как я уже говорил, второй сезон будет посвящен именно этой цепочке. Я понимаю, что, может быть, очень много информации сейчас получилось и не очень это все понятно. У меня, друзья, я тоже ничего не запомнил. В общем-то, будем пользоваться подсказкой. Я себе все повыписывал и все нарисовал красиво. Ну, как красиво? Ужасно некрасиво, но ладно. И с учетом, друзья, всего вышесказанного, в общем-то, мы переходим на нашу довольно-таки знакомую нам уже полянку. Здесь мы начинали раньше карьеру. И здесь имеет смысл начать застраивать все вот этими вот производствами, которые связаны с лесопереработкой. Досок нам нужно будет много, но ставить самую большую такую лесопилку я, честно говоря, смысла не вижу. Тут очень много триггеров выгрузки будет, нам хватит и три. Поэтому вот это вот за 250 тысяч, а небольшая, и будет себе нормально работать. Только я вот не знаю, как ее расположить удобно. Давайте ее вот так вот расположим в углу. Бздынь и готово. Лесопилка есть. Да, только это не наша территория. Территорию купить я забыл. Территорию, друзья, мы эту тоже покупаем. Она стоит 219 тысяч. Берем. Остается миллион на балансе и еще два прицепа. Кофе сейчас будет продано, то есть еще миллион будет. Поэтому, друзья, идем за техникой. Нам нужна штука, чтобы пилить лес. Это, разумеется, будет Скорпион. Хотя я не знаю, насколько меня хватит пилить лес, но давайте его купим. 440 тысяч берем. Также нам нужна штука, чтобы пинки вырубать. Это вот такая штука. Для этой штуки нужен трактор. Берем чуть ли не самый маленький. Хотя я не посмотрел, сколько мощности требует эта штука. На 70 лошадей она всего требует. И трактор на 70 лошадей, я думаю, мы найдем. Вальтра А-Серис. Вполне себе пойдет. Можно даже ее красной оставить. 100 лошадей у нее под капотом. Отлично. Также, друзья, нам еще нужен грузовичок, который будет возить бревна. Которые мы будем пилить. 12-метровый вот такой вот полуприцеп мы берем. С автопогрузкой, разумеется. 26 тысяч. Отлично. И, конечно же, ему нужен тягач. Тягачом, друзья, у нас будет такой же тяжелый ман за 165 тысяч. И будет он у нас черного цвета. Тоже берем. Перемещаемся в магазин. И сейчас всю вот эту вот братью нужно отправить на лесопилку. Вопрос теперь, как называется точка, которая у нас здесь. Склад карьера она называется. Там, друзья, автодрайв надо будет сейчас переделывать. Поэтому поедем переделывать. Начнем, друзья, с мана. Он самый быстрый. Он самый первый туда доедет. Вот, подцепляем ему прицепчик. Это, видимо, промзона 3, склад карьера. Едь туда. Также, друзья, трактор тоже цепляем. Отправляем туда же. Эту штуку цепляем ему на задницу, чтобы перевезти туда. Давай, друг, едь туда. Он будет туда ехать 13 минут, трактор. А этот товарищ будет ехать туда еще дольше. Склад карьера. Погнал. 24 минуты. Вот она боль. Ну, ладно, пока он едет. Манта приедет туда же быстрее, правильно? Все равно 10 минут манта туда будет ехать. Но пока он туда приедет, мы как раз, пока будем ждать остальных, разберемся с автодрайвом. Тем временем, кстати, у нас сорга созрела. Пшеница перешла уже на последнюю стадию роста. А вот мак, по-моему, на предпоследнюю не перешел. А может и перешел. Я, честно говоря, в цветах что-то тут путаюсь. Пока они туда едут, у нас есть время. Давайте разберемся, друзья, с заправкой. У нас есть вот такой трактор. Не сильно нам сейчас он нужен. В смысле, в работе. Поехали, отвезем немножко топлива на заправку, которую мы купили. И проложим там точку автодрайва, чтобы, если уж эта штука будет работать, то техника сама ездила там пополняться. Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь у нас два триггера на дизель. Один, если мне не изменяет память, типа на продажу. Вот, кстати, классно будет, если из этой штуки выгружать топливо нельзя. А, скорее всего, нельзя. Ха-ха! А весело? Урожай продался. Сейчас поедем за топливной бочкой. Мы же эту территорию купили-то. Мы эту территорию купили. Это наша территория. Ладно, друг, едь на базу. А мы идем в магазин и покупаем еще одну игрушку себе. Возьмем вот этого мана подешевле. Нет, сначала мы возьмем прицеп. Ух ты, на 100 кубов сразу. Можно выбрать дизайн. Мне вот такой с огоньком нравится, но тогда надо ее в черный цвет покрасить. Black Chrome. Во! Огонь! А, вместимость 30 кубов, 50, 75, 100. На 30 нам сейчас хватит. Потом можно будет ее заколхозить. Ну и, соответственно, мана, раз у нас такой огонек там, можно его в желтый покрасить. Желтый с черным и с огоньком будет смотреться. И обтекатель можно поставить. Пускай будет. У нас, друзья, очередная игрушка. В общем-то, поехали на ней. Заполнился. Заполнимся. И отвезем топливо на нашу заправку. Ну что ж, не знаю, как здесь выгрузка работает. Не помню. Ну давайте выгружаем. И дизельное топливо выгрузилось. Деньги нам не начислились. И оно числится у нас вот здесь. Продукты, ресурсы. Видимо, оно сейчас должно будет перекинуться на заправку. Давайте мы пока что сделаем здесь автодрайв. Посмотрим, что здесь вообще есть. Здесь, кстати, точка на транспортировку топлива точно есть. Разгрузка на центральной заправке. Заправка центральная. А, точка, значит, есть. Единственное, я бы ее чуть-чуть пододвинул подальше. Но в теории, как бы, должно будет работать. Ладно, поехали на базу. Найдем парковочное место для этого товарища. Что у нас здесь такое из точек интересное есть? Парковка большой прицеп. Парковка прицеп Кёгель синий. ПС просел. Боже, какая боль здесь ездить. Парковка цистерна. Я думаю, что парковка цистерна самая вот подойдет. Вы со мной согласны? Я надеюсь, что вы со мной согласны. Парковка цистерна Аран. Видимо, оранжевая цистерна была у Афели Моши. Ну давай, есть паркуйся тогда. Если что, с этой штукой, кстати, можно и воду возить, и можно будет озеро наполнить, если вдруг понадобится. Кстати, насчет озера наполнить. 369 кубов ила еще есть. Все нормально. Пока что не горит. Но придет время, и надо будет его собирать. Так, у нас тут закончилась почти уборка. Надо вызвать мана зерновоза на разгрузку. Хотя бункер наполнится на 25%. Ну да, для такого маленького поля и такой неурожайной культуры это даже не смешно. Поле 45. Давай, в общем-то, есть, не стесняйся. Есть у меня, друзья, еще одно предложение. Знаете, что сделать? Запустить еще одну линию производства топлива. У нас сорга вырастет сейчас для всего этого дела. Но я предлагаю сделать еще и силоса. Поставить ферментатор на базе и запустить его. Он в районе 200 тысяч, по-моему, стоит. И, например, всунуть его вот куда-нибудь сюда. Дерево, правда, мешает. Хотя вообще здесь он отлично станет. Давайте вот сюда его и запихнем. Во! Пойдет, друзья, отличное место. Только немножко надо, конечно, здесь подшаманить ландшафт. Так, вроде бы вот такой асфальт у нас здесь. Но примерно похоже. А вот здесь на элеваторе другой, да? Черт, ну ладно. Нам главное вот эту вот траву убрать. То, что здесь такие переходы, это ничего страшного. И вот здесь вот мы траву тоже убираем. И вот здесь тоже все закрашиваем. То, что идет вокруг. Точки выгрузки. В общем-то, пойдет. И надо автодрайв туда сделать. Так, где наша вот эта штука приехала? Значит, пускай вот этот рецепт тогда стоит на базе. Там же, где и раньше. Если вдруг что, будем заправлять технику около дома. Почему бы и нет? Вот так вот его здесь оставим. И погнали посмотрим, что у нас с автодрайвом на силосной башне. Вот на этой. Чтобы делать силос. Опаньки. Ферментатор трава, ферментатор силоса. Тут уже, честно говоря, все заменяю, все сделано. Только стояло немножко в другом месте, ближе в другую сторону. Мы тогда аккуратненько подрисуем. Вот. Как-то вот так вот. Сделаем здесь все. Не знаю, как он здесь будет выезжать. Как он здесь будет кататься. Но в теории должно работать. Ферментатор трава есть. И, соответственно, с другой стороны у нас идет выгрузка. И он выезжает сюда. Слушайте, здесь вообще гениально просто все сделано. Значит, мы это дело просто вот так вот пододвигаем. Вот так. Только надо как-то попасть. Эти точки мы просто отсюда сносим. Можно даже более пологий выезд сделать. И в теории это должно работать. Теперь вопрос на засыпку. Где находится у нас вот этот ферментатор? В какой папке? Он находится у нас в базе. Ферментатор трава, ферментатор силос. Давайте затестируем, что ли. Вот этого пацаненка мы ставим обратно на место. Он нам сейчас не понадобится. Чуть побольше возьмем прицеп. У нас есть на 47 кубов для подобных дел. Давай, мой элеватор. Ферментатор трава. И, соответственно, трава. И два раза. Стоять. Попробую перевезти туда траву. И топлива мало у него осталось. Кстати, там заправка обновилась. А, да. Пошло оно перекачиваться. Куб еще остался. Остальное все у нас на заправках. И я так понимаю, оно в равных... А, мы 10 перевезли. Все правильно. Ну, раз топливо здесь появилось, значит, может быть и будет все нормально работать. Так, эти ребятушки у нас выгружаются. И этот товарищ у нас тут доехал, да? А, у тебя прям есть совсем короткий маршрут, да? На самом деле, пока идет... С учетом того, что мы не торопимся здесь с этим. Пока идет уборка посевная, можно смело отправить самый маленький трактор, который здесь будет юрким. По 14 кубов будет потихоньку увозить сюда эту траву. Без проблем. И все будет нормально. Бздынь работает. Шикарно. А, когда немножко силоса тут станется... Быстро он, кстати, перерабатывается-то или нет? 15 кубов в час. Черт, по-моему, это очень быстро. По-моему, это подправленный ферментатор у меня здесь. Ну, да ничего страшного. Пускай перерабатывается. Он сейчас отвезет сюда еще один прицеп, будет здесь 100 кубов лежать, пускай перерабатывается. Все хорошо. Мы погнали на лесопилку, туда, возможно, уже, кстати, все приехали. Да, сюда у нас все приехали. Зачем я сюда бежал, я без понятия. А мана, значит, мы оставляем в сторону и садимся за трактор. Смотрим, что у нас здесь по автодрайву и какие точки нам вообще здесь нужны. На самом деле, загрузка щепы и выгрузка угля. А что, на щепе оно не работает? Почему мне казалось, что оно работает на щепе? Да, много у нас производства уже появилось. А топливо только уголь. Беда. Уголь, конечно, можно производить, но проще всего его добывать на какой-нибудь шахте. Руда и уголь. 269 тысяч стоит, недорого. Покупаем. И, Джесси Бишка, тогда у тебя появилась новая работа. Загрузка гравий, загрузка меди, шахта, бокситы, медь. Как угольная называется, хрен его знает. Загрузка, уголь. И в точку в эту вот так вот не попасть. Посмотреть. Загрузка, руда, загрузка, уголь. Может быть, это оно? Загрузка, руда, загрузка, уголь. Едь туда. Отставить. Тебе, друг, нужна фреза. Нам надо взять немножко угля, поэтому понадобится фреза. Она у нас благо есть, сцепляем ее и давай шуруй на загрузку уголь. Я думаю, это оно. Так, с вы, мои любимые товарищи, комбайн и манн. Тебя, значит, переставляем работать на поле номер 40, но предварительно съездить разгрузить. Боюсь, он, кстати, не поедет сейчас разгружаться или поедет. Если не поедет, мы его отправим. Стой. Смотри, вот ты на дороге. Бздынь. Сначала в мой элеватор. Выгружай туда 60 кубов-бобов всего собралось с поля. Офигеть, вот это объем. Зачем мы их сажали сюда? А тебя, мой друг, мы отправляем работать на поле номер 40, поедешь собирать 40. Его-то тут будет прям побольше. Это точно. Со стартовой точки отправляем. Все. Едь, катайся 2 часа, о боже. Надолго, конечно, надолго. Так, а вот это поле неплохо было бы чем-нибудь засеять в таком случае. Я, правда, не знаю, с чем. Может быть, канолой. Да, давайте канолой. Просто, просто потому что хочется. Давай, друг, едь, пополняй, короче, свои вот эти вот все запасы и развлекайся. А мы тогда смотрим, что у нас по автодрайву здесь. Так, ну вот это вот все мы, разумеется, стираем. Здесь оно нам не надо. А точку склад карьера мы тоже, кстати, удаляем. Эти все точки мы стираем. По сути дела, здесь автодрайва толком никакого-то и нету. Вот так вот пока оставим. Есть дорожка, то есть сюда он может добраться. Там у нас, насколько я понимаю, есть точка на загрузку песка. Боже, какие тут маршруты, а. Нет, здесь у нас промзона, песок где-то в другом месте. Мне казалось, что он здесь. Я помню, что где-то здесь был песок. Здесь точки не соединены. Возможно, специально разорвано соединение, потому что там очень крутой подъем. Ну ладно, в любом случае, нам нужна точка, чтобы сюда приезжал автодрайв на эту промзону. Плюс также здесь у нас щипа будет выгружаться. Нахрен я ее тогда собирал. Почему я думал, что на щипе работает лесопилка? Возможно, потому что на большинстве карт так и работает. Смола у нас будет выгружаться здесь. Уголь здесь. Мне кажется, даже с одной точкой здесь будет все работать. Давайте отсюда сделаем заезд такой. Вот эту штуку можно, кстати, и выбросить. Зачем я с ней таскаю здесь? Просто на тракторе покатаемся, да и все. Как сказал наш президент, трактор – лучшее лекарство. Так, вроде бы все посоединяли. Все работает. Нужна еще точка лесопилка, чтобы он просто сюда, транспорт приезжал, если нам вдруг здесь что-нибудь понадобится. Например, платформу мы сюда будем отправлять. Я не знаю, где бы ее сделать, чтобы оно не мешало. Давайте вот здесь ее сделаем. В теории мешать не должно будет. Лесопилка, назовем эту точку. И посмотрим, что у нас по папкам. Промзона 1, вода, бумаги, загрузка, дизель, боже мой. Лес, компоненты компоста. Создаем папку лесопилка. И в эту папку мы отправляем точку лесопилка и точку щипа уголь. Ты тоже отправляешься туда. С этим разобрались. Все. Пока стой здесь. GCB-шка наша приехала на загрузку угля. Точка оказалась правильной. Поэтому давайте загрузим прицеп угля. Пока просто фрезой. Нам не сильно вот это вот все надо. И немного, наверное, кубов 30. Во, вот так вот. Сейчас хватит, потом будем разбираться, что к чему. Этого товарища мы отправляем выгрузить это все дело на склад карьера. Элеватор карьер-выгрузка. Давай, друг, едь туда. После сорга придется пахать поле. Точнее, не пахать, а чизелить. Полин, это тоже надолго. Ладно, я потом за кадром его уже отправлю это все делать. Погнали, друзья, еще запустим лесопилку. Что нам сегодня надо было сделать обязательно. Для этого нужно, друзья, спилить несколько деревьев. Длину распила ставим, друзья, 11 метров. И пойдем немножко, да, попилим. Так, друзья, в общем-то, я думаю, что для начала этого хватит. Запустим. Я выпилю здесь вот этот вот лесок весь. Тут не сильно много деревьев. А потом, скорее всего, я не буду, в общем-то, запариваться с лесом, с распилом вот этим всем. Но территорию просто неплохо было бы освободить. Хотя вот тут есть деревья прям высокие. Друзья, мы будем заказывать древесину, как, знаете, на Золотом Колосе мы это делали. И, в общем-то, пилить лес я не буду. Древесину нам будут привозить. Возможно, поэтому я и не очень сильно хотел покупать скорпиона. Но если что, мы его продадим. Тоже не проблема. Давайте загрузим. Еще вспомнить бы, как это работает. Мне кажется, я не тот прицеп себе поставил. Не, нормально, работает. Так, все загрузили. Пошло криво-косо, потому что я натупил. Случайно забыл отключить автозагрузку. Но давайте выгрузим это все дело. Еще вспомнить бы, куда? С той стороны, да? Да, бревна у нас выгружаются вот тут вот слева. Интересно, сами они догадаются попадать? Нет? Не догадаются. Ну и ладно. Тогда разгружаем, и они падают. Все упало. Все прекрасно. Убираем ман в сторону, чтобы не мешал. Стой, пока здесь никуда не уходи. Сколько мы привезли? 65 кубов. Не то, чтобы прям много, но ладно. Пеньки, друзья, тоже в следующий раз. Потом все вместе поубираем. Сейчас я не хочу этим заниматься, увы. Плюс время позднее. Плюс серия, скорее всего, получилась уже довольно-таки длинной. Я не очень люблю, когда ролики длинные. Некоторым, может, это, конечно, и нравится, но я не из тех. Тем временем, у нас вот этот товарищ приехал на базу. Хорошо, он молодец. Значит, он выгрузил уголь сюда. 28 кубов. Судя по всему, придется возить вот этой вот штукой, потому что она низкая, и она пролезет там, там, где она сможет пролезть. Поэтому элеватор карьер-загрузка два раза на лесопилку щипа уголь. И везешь ты туда уголь. О, давай едь. Это, в общем-то, понятно. Что у нас тут по силосу? 7500 уже силоса есть. Быстро он перерабатывается. Надо съездить его, отвезти его сюда, чтобы линия производства топлива здесь тоже работала. JCB-шка, настало твое время. Фрезу мы отсюда отцепляем, обратно сюда же ставим. Едем, а, едем вручную. Я же хотел проверить, работает вообще это дело или нет. 7500 это ж меньше 10%, правильно? От прицепа. Ферментатор силос. Выгружаешь ты топливный завод выгрузка. И везешь ты силос. И один раз. И отвозить при уровне 10%. 10% это 4,7%, а там 7,5%. Значит, это больше, чем 10%. Так что давай. Просто надо убедиться, что это все работает. А че он уголь не увез-то? Ты где, товарищ? А, он просто кругом поехал. Все нормально, отставить панику. Этот, видите ли, тоже круголями поехал. Ну ладно, это нормальная практика. Денег у нас мало, вот что мне не нравится. Сколько у нас там кофе осталось? Я знаю, что его не весь отвез. 26 кубов. Потом отправим трактор два раза продать. Но это сильно много денег нам не даст. Вот 40, кстати, как-то побольше собирается. Уже 90 кубов, хотя он только начал. Ладно, тут все нормально. Много техники работает, фпс начинает проседать. Это грустно. Так, здесь же я тоже неправильно поставил, да? Все как обычно. Я очень часто путаю эти значки. Ничего не могу с собой поделать. Давай, я теперь по-нормальному. Ну что ж, вопрос жизни и смерти, сможет ли он загрузиться. Кстати, тут уже 10 кубов. Если он здесь загружается, то все отлично, все работает. Но я просто здесь настолько на глаз все выставлял мышкой, что он может просто сюда не попасть под трубу. Например, вот так вот, да? А он чуть-чуть не доехал. Что страшного бывает? Значит, пододвигаем это вот сюда. А вот это пододвигаем вот сюда. И отправляем тебя вот отсюда. Еще раз. Ну, ты куда поехал, дружище? Можно же было налево повернуть. Так же быстрее. Давай, вот отсюда. Вроде бы нашел точку. Молодец. Маленький, кстати, скорее всего, бы этот загрузился там. Но, Джесси Бишко трохи побольше. Да, друзья, кстати, насчет извести писали в комментариях. Извести у нас нет. Можно поставить станцию покупки извести, но если вы не заметили, то у нас вот эта вся карьера происходит тем, что мы вообще ресурсы никакие и ничего не покупаем. Мы все добываем сами. То ли делаем, то ли производим, то ли вот копаем, то ли еще что-то. Ничего не покупаем. Поэтому пока что у нас все урожаи без известия. Так, мне показалось ли он тут засыпался, да? Он засыпался. У тебя какой молодец, а? Ну и все. Сейчас он поедет выгрузиться на топливный завод. И там у нас будет производиться топливо еще и силоса. Топливо, друзья, нам как бы лишним не будет. Так что пускай производится. Плюс у нас еще здесь вот сорга мы собираем. Его много будет. Так что все, все путем. Что, какими-то круглями поехал. Но, кстати, уже почти приехал. Единственное, там будет очень крутой подъем, если мне не изменяет память. И я не знаю, как он туда заедет. Хотя уголь вроде как не сильно тяжелый, должен заехать. Мы его будем здесь встречать. Он должен выгрузить здесь уголь. И наша лесопилка должна будет заработать. Водитель на фасттрек двигается к АЗС. Ух ты. Неужели реально работает? Так, вот эта штука у нас работает. Щипа, скорее всего, тоже будет хорошо загружаться на этом маленьком тракторешке. Тут ее не так сильно много будет производиться и не так сильно много будет потребляться угля. Поэтому лесопилка работает. Можно будет ее обслуживать этим маленьким трактором. 2,5 куба в час. А поддоны здесь, по-моему, по 2,5 или по 5 кубов. Не помню. Но, в общем-то, пускай оно производится. Бревна, кстати, можно спокойно вот докупать. Они не сильно дорого стоят. Но мы этого делать не будем. У нас, если что, есть поставщик. Мне теперь интересно, заправится ли вот этот товарищ. Ну, вроде как, должен заправиться. В принципе, проблем-то быть не должно. У меня просто это дело не работало. А точки уже были прописаны. Или я сам их прописывал. Короче, не помню. И вот эти товарищи тоже хорошо работают. Эх, лепота. Люблю, когда вот все работает само, без меня. Здесь уже даже и посев почти завершился. И JCB-шка едет на заправку. Да, заезжать здесь некоторым, конечно, будет тяжеловато. Маленькая техника здесь легко маневрировать будет. Хотя места много для разворота. Должно получиться. JCB-шка, давай, заправляйся. Она заправляется. Я слышу звук. Она заправляется и топливо заканчивается здесь. Аллилуйя, это работает. Только почему топливо прям заканчивается? Куда ты его деваешь? Куда делось все топливо? Его нет? Топлива нет. Он ничего не заправил. Что за нахер здесь произошло сейчас, я не очень понимаю. Ну ладно, с этим я потом буду еще разбираться. Ты тогда стой здесь. Что произошло, я пока не понял. Разберемся потом. Значит, друзья, смотрите, что надо впереди будет сделать. Мне, уже самому. Разумеется, вот это поле досеивается. Вот это поле у нас доубирается. После этого надо будет чизелями здесь все пройтись и тоже засеять. Скоро созреет пшеничка, ее нужно будет убрать. И потом созреет мак, его тоже надо будет убрать. Разумеется, тоже все позасеивать. В общем-то, ну, типичные полевые работы. Урожай никакой продавать не будут, поэтому в следующей серии, в общем-то, увидим, сколько собралось пшеницы, сколько собралось чего, сколько мака, сколько всего, короче, собралось. Силус у нас потихоньку производится. Может быть, я отвезу сюда, заполню эту башню. А также, кстати, пшеницу, друзья, солому будем отделять и соберем. Я еще не придумал, зачем она мне нужна, но она мне нужна. Посмотрим, как можно будет ее использовать, поэтому надо будет еще и удобрениями пройти здесь лишний раз. Плюс буду тихонечко следить за лесопилкой. Не знаю, как там у меня по времени, по настроению будет. Выпилю я между этими двумя сериями лес, не между этими двумя сериями лес, не знаю. Вот, в общем-то, будем что-нибудь придумывать. В следующий раз у нас опять-таки грандиозные планы. И чтобы не пропустить следующую серию, проверьте, что вы подписаны на канал. Можете еще вступить на сервер Дискорде, там все уведомлялки приходят. Все серии, там все публикуются. И анонсы стримов там всех, и вообще там все есть. И не забывайте писать комментарии и лайки ставить, не забывайте. Потому что на данный момент единственный мотиватор меня сегодня-нибудь снимать, это лайки. Монетизации нету, поэтому я все равно нихера не получаю за эти ролики. А если хотите меня поддержать, это можно сделать на Boosty, ссылочка в описании. Плюс подписчикам на Boosty ролики выходят все по мере съемки. То есть вот сегодня, видите, в правом верхнем углу написано 19 октября. Вот я 19 октября эту серию записываю. Значит, ближайшие 2-3 дня она будет на Boosty уже. Соответственно, если вы еще не в курсе, то на момент выхода этого ролика на YouTube, там уже, наверное, сезон весь закончился, а может и нет, не знаю. Ну, короче, как-то так. Фронт работ обозначен. Друзья, встречаемся в следующей серии и продолжаем идти в сторону мостов. Смотрите, друзья, что я нашел. Я тут бегал по технике и увидел вот эти 10 кубов, которые мы привезли на заправку. Они обратно в этом прицепе. То есть, когда автодрайв приехал сюда заполняться, он перекинул с заправки обратно в цистерну. Я не понял, как это произошло, но выгружаемся еще раз. Ну что ж, в качестве эксперимента, тогда давайте мотнем время. Оно перегналось. Ну и чтобы видеть все эти счетчики, попробуем вручную заправиться. И оно заправилось. Нормально. Ладно, перезапустим игру. Допустим, сейчас мы его отправим на парковку. Он поедет сначала заправиться, правильно? Правильно. Мы ему даже поможем немножко. Выведем его на дорогу. Двигается КЗС. Пускай двигается. У нас тут опять 8333. А я когда мотал... Или я тогда не мотал время? Или я мотал время после перезапуска? Черт, я забыл. О, заправился нормально и поехал дальше. Видимо, друзья, багануло разок. Ничего страшного. Короче, работает. Отлично.